Вот, к примеру, улица Новогинская. Став пешеходной зоной, она расцвела в прямом смысле слова. Но, как отметил глава курорта, ночью улица снова становится автодорогой. Сюда заезжают машины, подвозящие товары к многочисленным магазинам и кафе. Итог – поврежденная брусчатка. Есть вопросы и к подсветке. Там надо заменить лампы, здесь обновить газон. Работы не капитальные, но всё это вместе рисуют. Вовсе не тот облик, к которому стремились городские власти. А ведь Новогинская и другие центральные улицы – визитная карточка курорта, любимая жителями и туристами, которых уже через пару месяцев будет ещё больше. В мае месяце мы будем уже открывать курортный летний сезон. И в этом году мы проводим очень много событийных мероприятий. Но, естественно, что и хоровые игры, и другие мероприятия, они будут в городе иметь очень большое количество наших гостей, туристов. И, конечно, гости уже от города Сочи ждут дальнейшего развития. Рассмотрели на заседании штаба и другие улицы. Фотографии и замечания готовит городская комиссия. А вот сроки на исправление от двух недель до месяца должны назвать сами главы районов или ответственные за улицу чиновники. Через положенное время к проблемам вернутся снова. И тогда, пообещал Анатолий Пахомов, будут сделаны оргвыводы о компетенции сотрудника и управляющей компании. Жители могут помочь в благоустройстве сочинских улиц. Для замечаний и фотографий создан специальный электронный адрес landsobaka.sochiadm.ru.